В нашу клинику обратился пациент, который в течение уже достаточно длительного времени наблюдался у терапевтов и гастроэнтерологов в различных больницах с диагнозами, которые говорили о том, что у него заболевания различные желудочно-кишечного тракта. От гастрита и панкреатита с холециститом до воспаления кишечника. И лечил он их с переменным успехом. И успехом, конечно, сделал кучу исследований разных. И ультразвук у него были, и анализы у него были, которые говорили о том, что есть изменения. И когда его осматривала и беседовала с ним наша терапевт, во-первых, она обратила внимание на то, что у пациента несколько лет назад началась аллергия. И появлялась непонятно вообще на что не могли выявить агента, крапивница. То появляется, то исчезает. Достаточно часто пациент болел, у него температура повышалась высоко до 39 градусов. И при осмотре она обратила внимание на желтушность склер и желтушность кожных покровов. И кроме этого она увидела увеличенную печень, которая вот в тот момент не болела у него. Не жаловался он на боли в правом подреберье. И снова, значит, пациент был направлен на ультразвуковое исследование, где у него действительно увеличенная печень была выявлена. И терапевт наш решает, что надо направить на пациента на МРТ, посмотреть, что же более детально, что у него творится с печенью и вообще с внутренними органами. И сдает снова пациент биохимию и сдает еще анализы ИФА. Это специфические такие иммунологические анализы на наличие у него различных глистов. Почему речь зашла о глистах? Потому что пациент сказал, что он рыбак с очень большим стажем, несколько десятилетий. Пациенты с желтухами достаточно часто обращаются в диагностический центр. И здесь нужно использовать, конечно, все методы диагностики. Первичный скрининг – это ультразвуковая диагностика. Позволяет выявить камни. Позволяет выявить расширение желчеводящих путей. Но всегда требуются, конечно, подчиняющие методики. Сколько если желтуха механическая, мы должны найти ее причину. Причина может открываться как в патологии поджелудочной железы. Это может быть выраженный панкреатит. Это могут быть опухоли поджелудочной железы. Причина может быть и в желчных протоках. Также могут быть опухоли, воспалительные заболевания, структура. Желчнокаменная болезнь, когда камни локализуются не только в желчном пузыре, но и в желчных протоках. Соответственно, они их забивают и развивается желтуха. Но есть и такие случаи, что они не так уж и редко встречаются. Что причиной механической желтухи становится паразитом. Тогда, конечно, мы проводим магниторезонансную холангебанкреатографию. То есть это специальное исследование желчных протоков. Выявляем их расширение и выявляем дефекты наполнения. Но они несколько отличаются от камней. То есть камни недостаточно ровные, четкие. Там бывают симптомы полумесяца, когда они забивают протоки. Здесь же такие неровные структуры, частично обтекаемые желчью. Были выявлены у пациента. И это не укладывалось никак под картины желчнокаменной болезни. Но в дальнейшем уже при анализе комплекса исследований, то есть ананезе, лабораторных показателей, изучении анализа крови, выявлении титро-антител, уже было понятно, что в данном случае речь идет о эпописторкозе. В МРТ, когда пациент сделал, действительно подтвердилось увеличение печени, изменение структуры поджелудочной железы. И были выявлены расширения желчных протоков. И тогда пациенту было сделано еще одно исследование дополнено. Исследование называется магнитно-резонансная холангиопанкреатография. И вот здесь на холангиопанкреатографии были выявлены специфические изменения, которые характерны для паразитарного заболевания, которое называется эпописторхоз. Возникает оно из-за употребления в пищу речной рыбы, которая недостаточно хорошо обработана. И протекает тяжело, как раз поражает желчные протоки. Этот паразит питается, скажем так, тканью, слизистой оболочкой желчных протоков. И вызывает, конечно, массу вот таких неприятностей. Подтверждено это было впоследствии анализами крови на ИФА. Вот то, что я говорила. И пациент был направлен к инфекционистам, и сейчас он практически вылечился от эпописторхоза. Но здесь надо сказать, что продолжает он наблюдаться у нашего терапевта, потому что, к сожалению, бесследно это заболевание не может пройти, поскольку поражение внутренних тканей происходит желчевыводящих путей, раз этот паразит этими питается тканью. И, конечно, требуется ему сейчас наблюдение хорошего, грамотного специалиста, чтобы не усугублять вот эти последствия. Субтитры создавал DimaTorzok